Вирус наступает. 140 тысяч человек в Украине заразились гриппом и острыми респираторными инфекциями только за минувшую неделю. Такая информация появилась на сайте Минздрава. Большинство это дети до 14 лет. Самый высокий показатель в Киевской области, самый низкий в Одесской. И продолжают ломаться копии вокруг недавно принятой парламентом медицинской реформы. Оппозиция, например, вообще настаивает на ее отмене и внедрении совершенно иного механизма финансирования. Что предлагают, узнаем от наших корреспондентов. Житомирская больница номер два. Представители парламентской оппозиции осматривают палаты, общаются с врачами. По словам политиков, в новую медреформу заложили сразу несколько бомб. В частности, потенциально масштабную коррупцию. Ведь финансовые потоки будут в руках новой структуры, специализированного агентства. Его бюджет достигнет почти 100 миллиардов гривен, говорит лидер Апоблока. И вам нужно будет ехать в Киев и добиваться с коштом на свою лекарню в Киеве. Кому-то доповедать, доказывать что-то. То есть это порушенный принцип децентрализации с одного боку. С другой боку, это практически прямой шлях для коррупции. Потому что приехал и в Индиве центра будет чиновник давать или не давать. Причем в Житомирской области денег уже критически не хватает даже на зарплату медикам. В ноябре, признают местные чиновники, будет совсем туго. Официально по всем нашим недофинансованиям мы не отримали затвержденные субвенции, медичные субвенции 63 миллиона. Это означает, что это перекладание? Перекладание на листовое. Это гарантии должна быть выполнена государство. Житомирским врачам заплатили лишь половину денег в этом месяце. Как следствие, количество квалифицированных медиков в стране резко сокращается. У нас же выехало из краины 66 тысяч лекарей в минулого года. Выехали, потому что незадовольные зарплаты, незадовольные умы работы. Оппозиционеры уже зарегистрировали в профильном комитете парламента два законопроекта, которые отменяют новую медреформу и предлагают кардинально иной принцип финансирования медицины. Да, реформа медицине нужна. 75% населения краины незадовольны качеством медичных послуг. И это зрозумело, что нужно изменять медицину. Но наша фракция пропонувала страховую медицину в классическом выгляде, которому она принята в всем мире. Есть страховая компания, за пенсионера сплачивает государство, за работника сплачивает работодависть. А вот реформа нынешняя приведет лишь к тому, что для многих украинцев лечение станет недоступным. Ведь фактически государство ввело платную медицину, утверждают оппозиционеры. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности и телеканал Интер.